Друзья, привет! Я вам в этот раз решил немножко панорамок накидать в таком красивом здании. А еще познакомить вас с моим другом, с которым мы, собственно, едем, Митя Гаврилов. Митя, здравствуй! Здравствуй, Сережа! Ты на моей страничке нечастый гость. Я не думаю, что много гостей. Совершенно верно, все так. Расскажи, пожалуйста, собственно... Где мы находимся? Да, где мы находимся и чем... Почему именно здесь? Ну, мне кажется, что это какое-то интересное место. Во-первых, это самая дальняя точка Словении. Здесь глушь полная. То есть вот сзади нас, вот там уже Хорватия. Ну, сейчас не видно, там горы. И здесь две речки основные. Они сходятся и образуют купол. И в этом куполе поселение. Я думаю, что здесь вот это здание очень старое. Мне кажется, что ему лет 500 в целом. Да, он действительно так и выглядит. У нас есть такое одно здание в Выборге, похоже. Но не так хорошо сохранилось. Потому что здесь явно, что с ним особо ничего не делали. Вот. В отличие от того, что у нас в Выборге. Ну, я ничего не знаю про здание. Тут есть какой-то музей, в котором мы можем сейчас сходим. Хорошо, Мить. Ну, а в целом про сегодняшний день расскажи, чего мы хотим и чего, скорее всего, не будет. Мы хотим попасть за горы, основная цель. Сколько нам осталось? 52 километра. Какая температура воздуха сейчас? Плюс 37, наверное. И больше не надо. Все так. Ребята очень устали ехать. Все так. Честно говоря, я бы еще 10 проехал и не заметил бы. Я бы тоже, абсолютно. Кстати, Митя, это один из тех людей, который говорит, друзья, здесь сейчас озеро, через 5 километров поехали. И скорее убегает от нас максимально далеко. И озеро, оказывается, через 10 километров. Я вас ждал, кстати, не надо. Я думал, что я и буду... Он остановился только здесь, друзья, на самом деле. Только здесь. Я ехал не так быстро, как кажется. Смотрите, правда, какое старое здание. 1980. Абсолютно. Старейший. Здорово, Победа. Да, давайте. Сейчас спина белая. Так, Настя не заходила в объектив. Я вам в следующий раз покажу еще Настю. Она просто сейчас почти голая. Поэтому не буду показывать ее сейчас. Я надеюсь, что твой папа не посмотрит это видео. Здравствуйте. 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 Это музей здесь или это... Это три входа. Это одна часть из музея. Я могу снимать? Продолжение? Да, ты можешь. Это одна часть из музея. Это 5 минут от здесь. Так, если вы хотите, я могу рассказать вам несколько слов о экспедиции. Урош Абраме. Урош Абраме, который находится в городе, который сегодня живет в Ильяна, и работал в магазине «Ладина» в 2013. И, после этого, каждый сезон, он делает новый портрет. Да. 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 Урош Абраме. Уроши. Идром. Уроши. 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 Едроя tothet. ское общество. Как говорит о петровии. Иди, я так bagus тоже.